Музыка Все народы вне зависимости от языка и религии. И вот, и поэтому именно сегодня мне хотелось бы поговорить о духе коллективизма. Ну и слово ты, конечно, подобрал, такое сильное коллективизма. Но действительно есть такой жанр, который заставляет почувствовать себя частью единого целого. Вот, и хочется поднять такую тему, как хоровое искусство. Это очень древний жанр, с него началась музыка, какой мы ее знаем, да, классическая музыка. Но нам помогут сегодня наши гости разобраться в этой теме. Да, действительно, наши гости помогут. Вот хоровой жанр вообще является искусством очень древним, как мы уже говорили. И в годы советской власти, во времена Советского Союза, хоры, хоры, они были везде. И в детских садах, и в школах, и при каждом клубе, в каждом селе, в каждом городе. И это было очень здорово. Оно очень соответствовало духу того времени. И вот, сейчас мы хотим как раз у вас спросить. Асхат Абдулкадирович, вы являетесь руководителем дирижерского хорового отделения и студентка 4-го курса Дарья Чермакова. Вот, расскажите, пожалуйста, о вашем искусстве. Почему хоровое искусство? И об его, наверное, для начала актуальности на сегодняшний день. Советский Союз распался в какие-то годы, несколько он был забыт, в каком-то смысле. Но с 2000-х начал возрождаться, что происходит, в чем его актуальность сегодня. Ну, мы живем в современном мире, в мире информационных технологий. Мы общаемся сейчас через интернет и СМС. И я думаю, нам не хватает живого, простого человеческого общения. Это прикосновение, это улыбка, добрый взгляд, доброе слово. И, мне кажется, хор вот как раз и является самым массовым видом искусства. Когда работаешь с одним человеком, когда перед тобой целая группа людей, 30-40 человек, это большая ответственность. Это их надо объединить, их надо научить петь. Это воспитание души человека. Это не только воспитание души человека, но и воспитание интеллекта, воспитание личности как таковой, воспитание человека с большой буквы. И недаром сейчас в средствах массовой информации, я думаю, афишируется тема хорового жанра. Вот смотрите, звучит гимн России. И десятки, сотни, а то и тысячи болельщиков поют гимн. Да, в этом чувствуется какая-то особенная сила, эмоция. Вот в этом есть как раз единение мыслей, идеи, художественного образа. Вот я думаю, в этом и заключается актуальность сегодня нынешнего хорового жанра. Это воспитание человека с большой буквы, но и объединение духовного объединения людей. Кстати говоря, о огромных хорах. Вот в последнее время на самых важных мероприятиях и в стране, и в республике очень часто приглашаются различные сводные хоры. И действительно, это выступление, оно не просто завораживает порой. Вот эти вот мурашки, когда-таки холод, это все так чувствуется. Да, к зрителю. У меня даже есть теория, как и в самой тоже поющей хоре, народное пение, что если во мне возникло это чувство, пробежали мурашки, я уверена, наверняка у зрителя тоже что-то произошло, какой-то контакт, какая-то связь, что-то особенное. Уже что-то на духовном уровне, как раз метафизическое, происходит в единение людей. Да, это интересно. Как студентка дирижерского хорового отделения, какие у тебя ощущения, когда ты поешь в хоре, да, самоощущения себя в хоре? Ну, мурашки точно идут. Да, и мурашки идут, и порой даже во время пения хочется всплакнуть. В зависимости от песни, от настроения. Ну, конечно же, каждый участник в хоре очень важен и необходим. Наш хор – это как большая единая семья, кулак. Да, и у нас очень дружно, тепло, светло, за что мы очень благодарны Асхату Абдукадеровичу. Мы с большим удовольствием идем на хор, и каждое занятие проходит интересно и на одном дыхании. Здорово. Да. Ну, такая дружественная атмосфера очень важна в целом. Да, очень важна. Очень здорово, что помимо выступлений, это дружество и чувство единения, оно ведь и передается дальше, в обычную жизнь. Ну, просто учишься вообще в коммуникации, да, с обществом в целом, с людьми. Ну, насколько я знаю, ваш хор активно выезжает на различные концерты за пределами республики, в том числе. У нас есть видеоролик, запись с вашего выступления в Казани. Давайте посмотрим его сейчас. Чувашская народная песня «Выйдем девушке в хоровол». Обработка Степана Максимова. Звучит песня «Выйдем девушке в хоровол». 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 Это видео со всероссийской хоровой ассамблеей, которая проходит ежегодно в Казани. Асхат Абдул-Кадирович, извините, расскажите пару слов об этом мероприятии, пожалуйста. Ну, это ежегодная хоровая ассамблея, которая проходит в городе Казани, в большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Это очень престижное такое мероприятие. И туда приглашаются лучшие хоры со всей России. Ну, и чебоксарский хор в том числе. Мы частые гости этих хоровых ассамблей. Мы привозим туда в основном чувашскую музыку. И когда мы поем чувашские песни, у нас даже есть свой зритель, люди очень тепло принимают наше выступление. Ребята рассказывают даже, что люди иногда и плачут, когда слушают, скажем, чувашские такие народные песни, как у Ивринджи, или, скажем, «Алоран Кайми», или «Выйдем девушке», хоровод, который сейчас прозвучал на экране. Очень нравится мне эта оппозиция. И вот очень запомнился случай, когда после концерта подошли казанские чуваши, подарили цветы, сказали, «Алдабуща?» Это запоминается на всю жизнь. Это такие впечатления, это лучше любой награды. Когда люди от души искренне благодарят за концерт. Самое прекрасное, что эту музыку вы можете донести до слушателей. И что слушатели действительно это воспринимают, и хорошая музыка, она всегда ведь души затрагивает. Вообще, если о репертуаре в целом говорить, как вы к этому делу относитесь? Ведь все на самом деле зависит от выбора репертуара в том числе. Ну, насколько я понимаю, раз вы в Чебоксарском музыкальном училище базируетесь, значит, и чувашская музыка имеет очень важное значение. Вот в том числе к современной чувашской музыке вы обращаетесь, помимо классического репертуара? Конечно. Дело в том, что от репертуара, скажем, на концерты, это зависит 90% успеха. Какой будет репертуар, как он будет построен, от этого зависит очень много. Ну, а к репертуару я подхожусь очень серьезно. Ну, самое главное, я хочу разнообразить репертуар различными произведениями. Это и народная музыка, и русская, и чувашская, кстати, и татарская. Это и русская классическая музыка, и западноевропейская музыка. Ну, конечно, и современная музыка, ну, и народная чувашская музыка. Ну, и современных композиторов для меня это очень значимый композитор. Это Валерий Калистратов и Александр Васильев, который сумел соединить чувашские народные интонации, народные песни, ну, с профессиональной музыкой. С профессиональной хоровой музыкой. Это и фактура, и динамика, и форма, и содержание. Ну, и приходится с точки зрения репертуара, вот, образование в России построено, к сожалению, таким образом, что хор только начинает звучать, а четвертый курс уже уходит, приходит первый, и все начинается опять заново, с нуля. Иногда я даже пишу оранжировки специально для учебного нашего состава хора, чтобы хор выглядел как-то в наилучшем виде. Расскажите, пожалуйста, интересно про состав хора, вот как поподробнее. Про состав хора? Ну, состав хора у нас смешанный. Он включает в себя такие голоса, как бас, сопрано, альт и тенор. Это все равно, что как четыре стихии. Басы – это земля, альты – это вода, сопрано – это воздух, альт и тенора – это огонь. Да, что я огонь. Да, что я огонь. Даша, а ты? Я воздух. Порхаю, да. Я альс-сопрано. Почти четыре стихии. Собрались. Да, четыре стихии. Интересно. Фигасофия. Вообще удивительно, ведь действительно, именно в соединении четырех стихий, на соединении этих четырех стихий строится весь наш мир, и, собственно говоря, вся эта гармония, и в музыке в том числе. Красивое звучание, полноценное, как раз за счет соединения. Удивительно. Кстати, хотелось бы спросить. Буквально недавно в России появился такой нашумевший проект «Битва хоров» называется. Как вы к этому проекту относитесь? Не думали там участвовать? Ну, в общем-то, у меня такое впечатление о «Битве хоров». Я не знаю, кто его назвал таким образом. «Битва хоров». Но это, в общем-то, такое малопрофессиональное зрелище. Я думаю, само название очень неудачное, потому что «Битва» и «Хор» – в общем-то, вещи несовместимые, и они антонимы, противоречат друг другу, потому что «Битва» – это что-то такое разрушающее, большое и громкое. Ну, а «Хор» – это согласие, гармония, согласованность. Здесь, в общем-то, нет ничего такого. «Битва хоров» звучит намного бы газовым. Насчет «Битвы хоров» – это все-таки «Оксюморон», хороший прием в литературе, довольно часто используется. Но в данном случае мы поняли, что это не совсем корректно. Да. Ну, и было всего несколько передач, по-моему, их. И они, по-моему, сошли с экрана сейчас. Как неудачный проект, в общем-то. Есть такой стереотип, что хор исполняет исключительно классическую академическую музыку. Но, с другой стороны, если так подумать, то, в принципе, хор, он вообще жанром не ограничен. Как-то мне доводилось видеть выступления детского ансамбля, они пели песню Рамштайна. Это, правда, будораживает и так привлекает. Вот, Даша, ты будущая выпускница. И ты готова внести, ты будешь вносить свое видение в хоровое искусство вообще? Ну, да. То есть ты готова к каким-то экспериментам? Ну, это всегда интересно экспериментировать. Да, вот, а в настоящий момент ты как выбираешь, подбираешь репертуар для ребят, с которыми ты уже работаешь? Репертуар, ну, вообще я считаю, что песня, музыка, да, она воспитывает человека. И важно для детишек, особенно в отпускании с малых лет, учиться любить родину, родителей, да, чтобы там обязательно были слова какие-нибудь. Через песню воспитать. Да, через песню обязательно. Ну, пока мы готовились к этому проекту, да, к этой передаче, выпуску, я наткнулась в сети на интересный проект греческого хора, дирижера Василики Анастасио. Она, ну, у нее есть какое-то свое видение, так скажем. Я предлагаю посмотреть небольшой эпизод, каким может быть хор, да, в современности, в современных условиях. Давайте посмотрим небольшой отрывок греческого хора. ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ Ого! Это такое интересное решение, очень погружает такое. Это необычное решение. Да, необычное. Ну, на базе их репертуара уже и в Несенской академии, я знаю, госэкзамены сдавали. Как-то вот им удалось, видимо, вроде бы ничего такого особенного не сделали, но прославились какими-то новыми элементами. Дирижер очень харизматичный, да, там девушка. Вот Даша, почему ты выбрала эту профессию? Дирижера, дирижерское хоровое отделение, училище, интересно. Ну, я думаю, на этом отделении вообще человек становится всесторонне развитым. Вот поэтому и меня как-то привлекло это отделение. Мне там очень нравится. То есть мы и поем, да, и дирижируем, и у нас уклон на фортепиано, на гармонию, на сольфеджио. Все это очень увлекательно. Может быть, я с хотела бы долго делать, несколько слов добавить про роль дирижера вообще в целом? Потому что ведь дирижер – это не просто лицо хора, это ведь и его душа, и состояние, и отражение. Мы смотрим на сцену. Видим только спину дирижера, а на самом деле видим его полностью. У меня хоть поет. Да. Профессия дирижера на самом деле многогранна и многолика. Я хочу сказать, что, ну вот, когда стоишь и дирижируешь на сцене, когда на тебя смотрит шелый коллектив, чувствую всегда большую ответственность. Ну, это ответственность заключается в чем? Мы несем со сцены правду и красоту людям. Ну, и, как сказал один из великих классиков, правда и красота спасет мир. Да. А вы какие-то пытаетесь элементы внедрять, ну, такие свежие, новые, как вот здесь с мыльными пузырями мы посмотрели? Да, мы это делаем, но мы используем ложки, скажем, где-то вот в чувашских песнях народных. Где-то какие-то используем тоже шелчки, придупленные, хлопки. Да. Мы это используем, но не так часто, потому что, ну, цель оправдывает средства, как говорится, а для чего это? Ну, конечно, это каким-то образом немножко оживляет. И сейчас вообще тенденции, в общем-то, чтобы хор не стоял статично, а, в общем-то, ходил и делал какие-то движения изобразительные, выразительные моменты. Ну, это вот современность сейчас, вот такова она. Мне понравилось ваше выступление в училище у нас в конце сентября, по-моему, это было. Да. Это такое-то мероприятие. В том числе исполнялась песня ваша, да? Я правильно понимаю, пусть звучит музыка. Вы сами пишете, аранжировку, да, сделали для хора. Давайте посмотрим. Там и слова и музыка. Да, и слова и музыка. Да, и там как раз есть новые, свежие какие-то элементы. Посмотрим это видео. Музыка. 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 И президенты, вокалисты, поздравляем вас. И эта музыка сегодня звучит для вас. И мы желаем всем здоровья, счастья, радости, любви. Пусть звучит музыка, пусть звучит музыка, Пусть звучит музыка, Аллилуйя! Удивительно, до сегодняшней передачи я имел весьма смутное представление о классическом хоре. Но вот сейчас, после передачи, наконец-то пришло понимание важности вообще хорового искусства. Очень сложно сохранять древние традиции, идти в ногу со временем. Но вы это делаете, поэтому спасибо вам, Асхата Булкадирович. Вообще хочу дополнить, что хоровое искусство, как воспитание человека, ребенка, очень важно. Я тоже поняла и здорово, что в детских садах, в школах все это имеет место быть и нас объединяет. В мире, где все стремится к индивидуализации, сохранять нечто коллективное, сплачивающее людей, это вообще очень потрясающе. А тем временем наша передача «День студента» подходит к концу. С вами были Асхат Абдулкадирович Енисов, руководитель дирижерского хорового отделения, и Дарья Чермакова, студентка четвертого курса. Также передача «День студента» и моего ведущие Ольга Абрамова и Алексей Александров. Мы бы хотели еще всех телезрителей пригласить на праздничный концерт 9 декабря в 18.00. Приходите послушать хоровую музыку в 18.00 по адресу Московский проспект, дом 33, корпус 1, остановка кинотеатра «Сельсполь». Всех будем рады видеть. Всем хорошего настроения и до встречи в эфире «Чигирьор». Редактор субтитров А.Семкин